Президент России поздравит ростовчан с Новым Годом с больших экранов в центре города. Их установят перед входом в парк Горького. А за полчаса до президентского поздравления на них покажут видеообращения Василия Голубева и Виталия Кушнарева. Уличный праздник начнется в 11 вечера и завершится к 2 часам ночи уже нового 2017 года. Здравствуйте, в студии Мария Филинкова. Повестка дня на Дону. Безопасность на границе. Рабочая группа по пограничной политике проверила готовность предотвратить нарушения на КПП. Попрошу вас прекратить противоправные действия. Час кода на интерес к программированию. Урок информатики девятиклассникам дал министр информтехнологий и связи. Ну, как всегда. Связист главный здесь. И как раз связи-то и нет. Мы завершаем КВН. Финал Донской лиги провел Камызяк с настоящими усами, а выиграла Казань. Как сказал Александр Васильевич, как живем, так и шутим. Безопасность на границе оценили и обсудили в Таганроге и Неклиновском районе. Губернатор провел первое выездное заседание межведомственной рабочей группы по пограничной политике. Ее участники посмотрели, как охраняются государственные рубежи на пункте пропуска Веселого-Вознесенка. Для приграничной Ростовской области укрепление рубежей – тема важнейшая. К ее обсуждению пригласили пограничников, таможенников, силовиков, глав городов и районов. Говорят о мерах борьбы с преступностью и об устройстве территории вдоль госграницы. Как эти муниципальные земли должны быть обустроены, показывают наглядно в пункте пропуска Веселого-Вознесенка. Ну и ракатная дорога для того, чтобы своевременно осуществлять силы и средства пограничные наряды могли осуществлять. Ракатная дорога, оградительный забор, инженерно-технические сооружения – все по нормам и правилам. Здесь же пост технического наблюдения. На мониторы выводятся сведения со всевозможных датчиков. Нужно было разъяснить главам самоуправления или муниципальных образований, для чего отвод земли, в частности при границах территории, то есть на государственной границе, им показали наглядно, что здесь имеется, то есть рубеж прикрытия государственной границы и те технические средства охраны границы, которые применяются на данном направлении. Пограничники продемонстрировали свои возможности борьбы с нарушителями. По легенде, в конфликт со службами вступают гости из-за границы. Попрошу вас прекратить противоправные действия. Какие противоправные действия есть? Когда уговоры не действуют, в бой пускают спецподразделения. В считанные минуты конфликт локализован, провокаторы задержаны. Виктория Щетинина, Станислав Фоменко, Надону. Африканская чума свиней отступает. Карантинные ограничения сохраняются только в Аксайском районе, но и их совсем скоро снимут. Об этом рассказали сегодня на заседании специальной комиссии по предупреждению особо опасных болезней животных. Последний случай выявления АЧС зафиксирован 12 ноября в поселке Рассвет Аксайского района при лабораторном исследовании мяса из Краснодарского края. Продукция вся уничтожена. Часть уничтожена колбасных изделий. И выполнены мероприятия организационные и специальные ветеринарно-санитарные на этом объекте. Уже сегодня представление написано на имя губернатора Василия Юрьевича Голубева о снятии ограничений на территории Аксайского района. В октябре и ноябре было 4 случая выявления АЧС. Первый в поселке Веселый Веселовского района, потом два в Родионово-Несветайском районе и последний в поселке Рассвет. Основной причиной распространения вируса специалисты называют человеческий фактор. Жители региона просят не игнорировать требования ветеринарного законодательства и соблюдать санитарные нормы содержания свиней. Час кода – это специализированный урок информатики. Такая акция проводится в школах по всей России с задачей увлечь детей программированием. Урок в Ростовском лицее номер 11 провел сегодня министр информтехнологий и связи. Герман Лопаткин поработал с девятиклассниками, но не успели приступить, как на первого связиста области навалились перебои со связью. Ну, как всегда. Связист главный здесь, и как раз связи-то и нет. Министр считает, что лучшие айтишники и киберзащитники страны воспитываются со школьной скамьи. А чтобы привлечь внимание к предмету, нужно говорить с учениками на одном языке. Каждый из вас наверняка поюзал компьютер, который есть мышкой. Наверняка хоть один заинтересуется более глубоко, наверняка будущий наш сотрудник, либо министерства, либо какого-то специального подразделения, работающего в кибербезопасности. Либо будущий айтишник, который создал новый программный код, новую алгоритм-линейку. Катя Ковярова уже пишет простые линейные программы. Раньше хотела быть врачом, а когда увлеклась информатикой, решила две профессии совместить. Ну, наверное, писать программы для медицины. Вот как раз то, что показывали на слайдах, что сидит человек за компьютером, программирует робота, чтобы он делал какие-то операции, возможно. Программирование – это лайфхак. Говорят педагоги, что в переводе со сленга программистов – нечто упрощающее жизнь. Ведь как представить себя сейчас без гаджета или того же навигатора? Если атлас развернуть, это мешает вообще смотреть на дорогу. То есть и сразу мы не можем никак определить, куда нам добраться. А так нам даже проговорили, показали. Все, жизнь облегчилась. Проверить свои знания в информационных технологиях может каждый на официальном сайте часкода.рф. Задания в игровой форме разделены на три уровня сложности. Олеся Слынько, Юрий Санкин. На Дону. Продолжается сбор средств на строительство музея Великой Отечественной на Самбекских высотах, экспонатами которого станут и воспоминания очевидцев. Десятилетняя Тамара Томиленко жила в городе Калинин, сейчас это Тверь. В июне ходила в школьный лагерь. Утром, 22 числа, сразу после завтрака, в группу пришла воспитатель и сказала – началась война. После этих слов было не до игр. Всех отпустили по домам. Отец Тамары умер еще до войны, так что женщины и дети к встрече с врагом готовились по-женски. Заклеили окна крест-накрест и соорудили бомбоубежище. Как могли, так и сделали. Просто выкопали на огороде траншею, примерно метра 4-5 длиной. Никаких зигзагов, ничего абсолютно не было. Помогли соседи поставить скамеечки там. Дети залезали туда просто посидеть, пока война была для них игрой. Но осенью город стали бомбить все чаще. Пошел слух – немцы подходят. И началась паника. Наши женщины начали ломать забор. Для чего ломать? Они даже не поняли, для чего. Испуганные люди стали бежать из города. Но далеко уйти не успели. Налетели немецкие самолеты и пришлось прятаться в лес. В этих кочках падаешь. Я легла на эту кочку. Мох такой был сырой, мягкий. И хотелось уйти, скрыться вот в этой кочке подальше, чтобы меня не видели немцы. Они строчили, конечно, беспорядочно. Два месяца, пока город был оккупирован, скитались по соседним деревням. Но в декабре немцев из Калинина выбили, и люди стали возвращаться. Дом Тамарина семьи сгорел, ютились выцелевших. А весной стали проявляться следы ожесточенных боев. На кладбище видела убитого солдата. Он лежал в снегу. Потом, уже позже, когда стал снег таять, стали появляться трупы. А вся центральная площадь Калинина превратилась в немецкое кладбище. Уходя, фашисты захоронили погибших. Девочка запомнила три сотни крестов. Дети начали ходить в холодные школы, устроенные в пособках. Помогали раненым в госпитале. Кому письма писать, кого выслушать, а кому и спеть. Выстрел грянет, ворон кружит. Не могу вспоминать. Твой дружок в бурьяне неживой лежит. Не могу вспоминать. Видите, вот до сих пор такое. Тогда не плакала, а сейчас плачу. Вспоминаю. В Ростов Тамара Михайловна переехала уже пенсионеркой к детям и работает в Совете ветеранов. Такие истории лягут в основу Народного музея. Реквизиты для перечисления средств на него можно найти на сайте sambekmuseum.ru. Олеся Слинько, Андрей Токарев. На Дону. Второй матч гандбольной сборной России на чемпионате Европы стал провальным. В игре с румынками наши девушки просто разучились забивать. Безголевое время тянулось по полтайма. Со старта проигрываем 2-7. Из любых позиций упорно бросаем только во вратаря. Во втором тайме россиянки несколько раз догоняли соперниц. За 7 минут до конца Анна Сень сделала счет 17-17. И тут наших девушек снова заклинило. И больше они не смогли забросить ни одного мяча. А румынки отличились 5 раз. В итоге поражение 17-22. Анна Вяхирева смогла переиграть голкипера 3 раза. Анна Сень дважды. На счету Владлены Бобровниковой всего 1 гол. Напомню, в первом матче турнира Россия обыграла Хорватию. Следующая игра еще более тяжелая. Завтра с Норвегией. В Донской лиге КВН в финал провел его чемпион высшей лиги игрок сборной Камызиакского края Денис Дорохов. Тот самый парень с нарисованными маркером усами. И первым сюрпризом на Дону стали его первые настоящие усы. Денис Дорохов получил серьезную роль в спектакле по Шекспиру. Для которой в его внешности не хватает взрослости и брутальности. И решил, что их добавят только настоящие усы. А после премьеры их сбреет и вновь достанет маркер. Ну что, отвечу, вам есть что сказать? Конечно, есть. Ну тогда пошубим! Это что за дела? Это что за движение? Мужик на мужика подал в суд за оскорбление? Да ты давно уже не в море и давно не в теме. Копай могилу себе и в своей карьере. Рау! Эй! Ты мне сказал, что я плохой. Игру начали с самого актуального. Судьба Стоидесла обшудила почти каждая из шести команд. Также в центре внимания выход ФХК Ростов в Лигу Европы и избрание Трампа. Дональд Трамп совсем недавно стал президентом США и сразу сделал два громких заявления. Решил выселить всех медсеканцев и признать Крым. Нам искренне не кажется, что эти два события как-то связаны. Ялтинская набережная – ближайшее будущее. Офигеть! Мексиканцы! Можно сфоткаться с вами? Группа энтузиастов из Ставрополя в прошлом году оступилась за шаг до финала. В этом сезоне шага не хватило уже до победы. У них в итоге второе место. В прошлом году не так у нас были шаги. Не такие. Ну, не могли нормально. Мы же учились. Каждый раз мы учимся, учимся, учимся. А сейчас вот еще одна ступень. В финале межрегиональной лиги лишь одна донская команда – сборная АТИ из Азова. Но победить ей не удалось. Как сказал после председатель комитета по молодежной политике, в этот раз Ростов расставил места гостеприимно. Мы всегда стремимся к тому, чтобы КВН в регионе двигался дальше вперед. Стараемся так как раз таки поставить даты проведения мероприятий, чтобы приезжали к нам такие известные люди, которые помогают развивать КВН на территории, на местах, я так скажу. Команды из Казани, Крыма, ДНР подготовились к местному зрителю. Они знали все актуальные новости Дона и шутили о них. Как сказал Александр Васильевич, как живем, так и шутим. Победили КВНщики из Казани. Второй, как мы сказали, Ставрополь. И третий – малыши-карандаши из ДНР. Евгения Слинкина, Юрий Санкин. Это все новости к данному часу. Следующий выпуск смотрите в 15.00. В студии была Мария Филинкова. До встречи на Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова